Друзья, всем привет! Сейчас я хочу рассказать и показать, что такое охранная собака, какие функции она должна выполнять и что такое генетика. В общем, когда спрашивают, что такое охранная собака, охранная собака это та, которая может держать давление нарушителей, та, которая хочет идти драться и охранять своего владельца, и у нее есть внутреннее желание этим заниматься. Самое главное, она может держать давление нарушителей. Это будет видно, как себя ведет собака. Сейчас в этом ролике вы посмотрите, когда мне говорят, у меня собака чего-то боится, у меня собака не охраняет, она там не понимает, как это делать. Смотрите, вы должны понимать, собака внутри это собака, она животная. Она это или делает, или не делает. Многие функции мы можем в ней, скажем, прокачать. То есть, если собака недостаточно уверена в себе, мы можем чуть-чуть прокачать это чувство. Но это не значит, что мы исправим вот так вот по щелчку все моменты у вашей собаки, и тем самым, когда люди приходят, приводят нам собаку, у которой ТСБ не очень высокая, и говорят, сделайте мне охранную собаку. Вы купили генетический материал, а мы должны из него сделать супермена. Не всегда это получается. Значит, мы сейчас покажем на примере собаки, в которой не нужно прокачивать ничего, а это уже готовый результат. То есть, собака сама по себе может хорошо охранять. Нас просят, научите команду ФАС. Это навык, который мы научили собаку. Вы сейчас посмотрите, как собака себя ведет. Она должна быть, мало того, управляемая, когда видит чужих, и по команде чужой она бежит охранять. Единственный момент, когда по команде собака не побежит охранять, когда владелец не успел сказать, что нужно охранять. Собака должна сама принять решение на охрану владельца. Если кто-то чужой атакует, она сама принимает решение защищать владельца от нарушителей. А ФАС или чужой, это включатель-выключатель команды. Вы щелкнули рубильник, собака побежала. Вы сказали ко мне, собака прибежала. Это называется собака под контролем в тренинге. Все, что вы сейчас видите, это тренинг. В навыки входит много разных уже ситуаций, которые собака будет понимать, как себя вести. То есть, навык определенного действия. Я умею бежать, кусать чужого. Я умею переключаться. Я умею охранять владельца вокруг себя. Не путайте это с командой ФАС. Навыки, которые мы учим, можно научить каждую собаку, если у нее есть желание кусаться, уверенность в себе и умение держать давление. Поехали! Значит, смотрите, сейчас пробуем. Тоня, показываешь, какого фигуранта ты хочешь кусать, и собака будет работать. Давай! Ух ты шо, пуля! Аккуратно, Саня. Хорошо. О, молодец! Ух, вошла хорошо, хорошо. Она просто запрыгивает, хватает. Эта собака сейчас показывает желание кусаться и желание атаковать чужого. У нее нету боязни. Она просто бежит, она радуется, она кайфует, она прыгает. И единственное, над чем нужно поработать, это есть вопрос с тем, что собака не сразу отпускает. Да, это есть, но у собаки есть желание работать. Лучше научить собаку отпускать, чем прокачать в ней желание кусаться. Вот это очень важно. Значит, сейчас разбежка надвое. Юра, отходишь, садишься на лавочку, вы вдвоем становитесь вот здесь. Сейчас одного, одно-одного запускаем. Собака отрабатывает. Команда, да, и сразу запускаем на другого. Готова, готова. Если готова, поднимаешь руку, говоришь, готова. Готова, показываешь, куда идти работать. Хорошо, отлично, работаем. Хорошо, собака делает уверенный захват, хорошая скорость. Давай, на следующего. Давай, 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 давай. Оп, есть, отлично. Хорошо, браво. Чуть-чуть рукой поработай, да, помоги. Ай, браво, все, достаточно, отпускаешь. Давай. Следующего. Давай, 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 давай. Хорошо. Отлично, подзыв сейчас. Все, достаточно. Все, остановись. Все. Хорошо, молодец. Умничка, хорошо поработала. Так, сейчас самое главное, смотрите. Сейчас я покажу, да, вот инструктор ушел. Я сейчас беру собаку и постараюсь показать, что набирают нашу школу, говорят, научите собаку кусаться. Я говорю, вы сначала сделайте собаку послушной, а потом будем учить ее кусаться. Это как взять оружие, а разрешения на него не будет. Очень важно сейчас показать, какая собака управляемая при раздражителях, фигурантах, то, что она больше всего хочет. Ребят, подойдите, пожалуйста, чтобы от меня были шагов 10, я пройдусь с собакой, сейчас покажу управляемость собаки, как она себя ведет при фигурантах. Все, подошли, остановились, сейчас камерой подснимешь, как мы работаем. Пошли со мной, Виза, пошли, со мной. Хорошо, со мной, со мной идем. Виза, я здесь, идем со мной. Молодец. Хорошо, со мной. Браво, сядь, сидеть, сядь. Хорошо, лежать. Пошли со мной, пошли. То есть, смотрите, собака должна быть управляемой при виде костюма, не значит, что она должна как-то работать агрессивно, бросаться. Собака должна быть под контролем, пошли. Вот так, молодец, хорошо, умничка моя девочка. Сядь, садись. Вот так, браво, садись. Ты что, его хотела покусать? Хотела, ничего он не делает. Пока не нападаем, ничего не делаем, собака на выдержке, она молочинка. Хорошо, все, браво. Самолет. Виза, ты видела самолет? Самолет. И на нас там. Друзья, это школа для собак Дредд. Мы обучаем не только собак, а еще самолеты, чтобы летали над нашей школой. Собака должна быть управляемая и не кусать все, что она хочет. А это должно быть только по вашей команде или когда вас нужно защищать. Это очень важно. Значит, сейчас я еще куда захочу, отправлю ее покусаться. На этом мы закончим занятие и я дам свои комментарии. Моя девочка хорошая. Такая, хорошая. Виза, стой. Санечек, Виза. Виза. О, хорошо сошла. Смотри, в спину зашла. Отлично. Хорошо, браво. Умничка. Сейчас остановимся. Смотри. Дэй, сядь. Смотрите, за собакой должен быть четкий контроль. Готовься, сейчас будет укус. По команде собака может работать, когда я захочу. Когда я не даю команду, она не работает. Только когда мне угрожает опасность, она включится в работу. Так, хорошо, браво. Собака четко отрабатывает. Сейчас мы попробуем сделать выдержку с нападением. Дэй, сядь. Смотрите, я сейчас подхожу, поворачиваюсь спиной. Вот сейчас без команды, когда будет атаковать, она должна защищать меня. Хорошо. Молодец, браво, девочка. Молодец, защищала папу. Хорошо, вот так. Вот так, да, покажи, покажи. Вот так, да, молодец. Отлично. Хорошо, браво, все. Остановись. Дэй. Хорошо, браво, моя девочка. Сейчас еще один укус будет по команде. Пак. Хорошо. Хорошо зашла, да? Хорошо зашла. Дэй. Виза. Дэй. Все, уходите, ребят, в тенечек. Спасибо большое. Очень важно, собака должна принимать решение, если вам грозит какая-то опасность. Но она сама не может побежать просто так кусать людей. Да? Ты не можешь, так, ты молодец. Видите? Собака должна быть управляемой, контактной и показывать всем, что я думаю мозгами. Ты можешь за меня не переживать. А классная умная собака. А классную умную собаку можно научить в нашей школе. Вы же видите, инструктор взял собаку, собака работает. Я взял собаку, собака работает. А это для тех, кто говорит, а если инструктор будет заниматься с собакой, то она потом не будет слушать своего владельца. Так я владелец этой собаки, а инструктор ее обучал. Вот вам и результат. Куда собака побежала? Побежала к инструктору. Принимает правильное решение. Она говорит, там где-то ходили чужие, я тебя сейчас буду от них охранять. Друзья, вы посмотрели сейчас работу одной из собак, которую подготовили наши инструктора. Да, если вы хотите охранную собаку, вы можете ее воспитать, но после курса послушания. Наша школа работает для всех. Она доступна по всей Украине. Если вы хотите обучать собаку, вы просто набираете по номеру телефона, заказываете услугу с трансфером, без трансфера. И можете пройти обучение с поселением в нашей школе. А мы будем рады сделать еще несколько собак послушными, умными или хорошими охранниками. А если ваша собака будет проходить обучение в нашей школе, возможно, вы ее увидите у нас на ютубе в этих роликах, которые вы смотрите сейчас. И услугу можно заказать по номеру телефона в описании. И самое главное, друзья, сейчас нас смотрит думающая аудитория, которая понимает уже что-то в собаках. Напишите свой комментарий, как вам работа этой собачки. Если есть какие-то предложения по работе, тоже пишите их ниже. Для нас это очень важно. Мы читаем любые предложения, которые есть. Отвечаем не на все комментарии, а на самые интересные. Если вы хотите, чтобы ответили на ваш комментарий, ставьте под ним лайки, и мы будем отвечать. Вас уже очень много, и мы реально не успеваем. Мы читаем, но не на все успеваем отвечать. Вас просто много. И спасибо вам, что вы есть. До свидания.